здравствуйте уважаемые огородники я приветствую вас на канале про цветок меня зовут русских иван и поговорим мы с вами сегодня об особенностях выращивания рассады баклажан баклажаны становятся все более более популярными даже в тех странах и в тех зонах когда раньше где их не не выращивали ну в беларуси баклажаны сейчас стали очень популярной огородной культурой которая выращивается защищенном грунте баклажаны относится к семейству посленовых и имеют те же особенности которые присущи томату и перцу но и достаточно большие от них отличия при выращивании баклажанов необходимо помнить что они как огурцы очень любят обилие органического вещества в почве при этом томаты и перцы относятся к органическому веществу чрезвычайно холодно а можно атоматах сказать что они вообще не любят органического вещества процессе их выращивания процессе их выращивания лучше предпочтение отдать минеральным удобрением когда же вы выращиваете баклажаны туда же на ранних стадиях развития растений а именно на фазе рассады вам необходимо использовать обильно использовать органические вещества в качестве органической заправки можно использовать перепревший навоз различные компосты даже разбавленный куриный помет небольшом количестве таки это очень концентрированное органическое удобрение и обязательно используйте гуматы для подкормки и для обогащения почвы органическими веществами если вы не уверены что положили их туда достаточно при приготовлении почвенной смеси баклажаны являются чрезвычайно чувствительными к повреждению паутиным клещом среди всех огородных тепличных культур пожалуй баклажаны заболевают или поражаются правильнее сказать паутиным клещом раньше всех и к сожалению это может происходить также и на уровне выращивания рассады поэтому обращайте пристальное внимание на рассаду баклажан не появились ли там симптомы поражения паутиным клещом если такие симптомы вы увидели вам конечно необходимо обязательно приступить к обработкам к искоренению паутиного клеща и поскольку рассада зачастую выращивается на кухне или в жилых комнатах ну в обыкновенном быту то использовать химические вещества для этого не стоит необходимо использовать биологические средства защиты наподобие фитоверма или так ну таких вот средств защиты растений которые имеют биологическое происхождение для профилактики поражение баклажана паутиным клещом во первых необходимо его высаживать обязательно в пропаренный грунт но если вы высаживаете рассаду баклажан то тогда вся рассада должна быть высажена в пропаренный грунт в силу того что клещ замечательно переползет из горшочка где у вас растет рассада томатов в горшочке где растет рассада баклажанов и там вас может произойти поражение паутиным клещом также вы должны помнить что источником паутиного клеща могут быть букеты и комнатные растения если вам подарили миниатюрную розочку в горшке или подарили букет цветов то вы должны держать его подальше от вашей рассады особенно от рассады баклажан потому что паутинный клещ может замечательно переползти оттуда к вам на рассаду если рассада вытянулась то в отличие от рассады томатов рассада баклажан может заглубляться до семядольных листьев но выше семядольных листьев рассаду баклажан заглублять нельзя при этом томаты можно заглублять так как вам только хочется они замечательно образуют дополнительные корни даже на пасынках и в заключение я хочу обратить ваше внимание на следующее вот такая меня постигла неудача в этом году вот в этом ящике было высеяно 7 сортов баклажан из пакетиков которые были куплены в магазине как видите ситуация чрезвычайно плачевная и касается она качество тех семян которые были насыпаны в пакеты что же делать в таком случае ну конечно как только вы столкнулись с тем что семена вас не зашли не схожие вам необходимо быстренько купить новые семена для того чтобы все-таки успеть пересеять ну или уже не пересевать и тогда вам придется пойти на рынок или еще куда-то и купить уже готовую рассаду что в общем не так приятно как выращивать рассаду собственными руками вот никакие будильники никакие протравливания никакие стимуляторы здесь не помогли восстановить эту всхожесть семян дело в том что все семена для того чтобы не ошибиться должны быть проверены на всхожесть на качество и по каждому пакетику семян у продавца должен быть документ который подтверждает что семена проверены что сроки реализации семян не нарушены что семена реализуются в период действия документа о качестве семян и для того чтобы себя подстраховать вам конечно до принятия решения покупки или не покупки семян особенно таких растений которые требуют раннего посева на рассаду убедиться в том что вы покупаете действительно качественные семена случае же если вы спросили у продавца наличие документов о качестве семян он вам их показал и они действительно вас удовлетворили они не поддельные не подложенные не черно-белые с нормальными печатями лабораторий которые проводят оценку или органов по сертификации которые выдают сертификаты на семена и все-таки семена ваши не взошли а вы абсолютно точно уверены в том что 7 вы сеяли все правильно и другие пакетики семенами показали хороший результат семена взошли то есть у вас не было нарушение технологии не было нарушения условий выращивания растений конечно нужно писать жалобу жалобу можно писать в магазин которым вы приобрели эти семена жалобу можно писать производителю и самое главное жалобу надо написать в контролирующий орган который отвечает за качество семян в республике беларусь таким надзорным органом который проверяет качество семян являются государственные инспекции по семеноводству в российской федерации в республике казахстан и в других странах имеются аналогичные организации которые проверяют к качество семян и выдают документы россельхознадзорную и и подчиненные ему организации поэтому не стесняйтесь если вас обманули если вам продали некачественные семена обязательно обращайтесь соответствующие органы для проведения проверок для того чтобы не добросовестные производители семян не могли обмануть вас и в дальнейшем либо повышали качество той продукции которую они производят либо вообще были вытеснены с рынка семян более добросовестными производителями надеюсь что вот таких вот ситуации у вас не случилось и не случится вы все-таки будете приобретать всегда качественные семена надеюсь что наши советы помогут вам получить здоровую крепкую рассаду и отличный урожай буду рад встрече с вами подписывайтесь на наш канал получайте от нас уведомления о том что вышли новые ролики смотрите нас оставляйте комментарии задавайте свои вопросы нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе наших самых последних новостей всего хорошего